Всем доброе время суток! Приветствую вас на самом очередном видеоуроке, посвященном веб-дизайну и веб-разработке. И сегодня мы с вами продолжим разрабатывать наше первое простое веб-приложение связки PHP и MySQL и напишем с вами функцию, первую функцию, которая будет получать данные и вводить их в браузер. Но прежде чем мы с вами приступим к написанию этой функции, нашего кода, давайте разберем вопрос, который я вам задал в конце прошлого занятия, почему данная запись данный код является избыточным. Итак, напомню, что этот код делает. DryCatch — это конструкция, которая позволяет реагировать на возможные ошибки, которые могут произойти в какой-либо ситуации, в данном случае при подключении базы данных. Данный DryCatch просто выведет сообщение. Почему же этот код избыточен? Все очень просто. Итак, давайте я повторю открою скрипт в браузере, вот открыл DBPHP, все в порядке. Теперь, если я поменяю пароль у моей базы данных демо, то при обновлении я получу ошибку, что доступ запрещен для такого-то пользователя, и, собственно, я пойму, что что-то не то с параметром и подключениями. Но, если я напишу, друзья, вот так вот, то вот так, то результат будет абсолютно тот же самый. Вот только вывод будет другой. Тут уже, так скажем, PHP своими силами поймешь, что здесь ошибка. Вот. Прошу прощения. И выведет то же самое сообщение в такой же форме. Вот. На вывод не обращайте внимания, у меня работает расширение Xdebug, которое вот такой вот вывод устраивает симпатичный. Вот. Поэтому вот этот код избыточен только лишь по одной причине, но по очень существенной. Это, собственно, то, что вот эта запись сама скорректирует, мне выведет, собственно, информацию об ошибке, которая мне так необходима. Вот. И можно обойтись без TryCatch. Хотя, если вдруг как-то планируете обрабатывать все-таки ошибку по подключению к базе данных не выводом сообщения, то можно, конечно, писать в блоке TryCatch. Это дело вкуса. Вот. Ну, собственно, ответ на вопрос, я думаю, исчерпан и вам понятно. Но, опять же, ошибкой это не является, как вы видите. Если вам понятно так, если вам удобно писать в TryCatch, вам так понятно, прозрачно, то ради бога. Теперь давайте вернемся к нашему веб-приложению. Итак, у нас с вами есть главная страница нашего проекта. Вот она. Что я сделаю? Я весь HTML-код скопирую файл players.php и назову его игроки. Сделано. Теперь я создам, уже создал файл api.php, в котором будут находиться наши с вами функции, которые мы будем писать. Они будут использоваться для получения данных из базы данных. Ну, собственно, давайте с вами напишем функцию, ради которой мы сегодня и собрались. Функция будет называться function get all layers и в нее будет придаваться всего лишь один параметр. Но какой? Параметр db. Вот этот вот db, который, собственно, и рулит баллом при работе с базой данных. Так как у нас функция будет работать с базой данных, она будет отправлять запрос, то мы, соответственно, должны ей дать некий параметр посредника при работе с базой данных. Переменная db, которая является объектом, собственно, является этим самым посредником. Вот. Поэтому не забывайте про него. Теперь давайте с вами приступим к написанию функции. Я создаю переменную SQL, которая будет равна просто-напросто тексту моего запроса select all from players. Вот так. Напомню, как выглядит таблица players. Вот она. Три записи. Player ID, ID команды, ID страны и полный имя игрока. Теперь. Собственно, вот это уже выполненный запрос, да, но он выполнен в SQL. Что вернется нам с точки зрения PHP? С точки зрения PHP нам вернутся какие-то данные, да, но эти данные надо как-то структурировать. Здесь у нас три строки, а может вернуться одна строка, а может вернуться 101 строка. Поэтому данные нам надо... А в этих строках еще какие-то данные, да, то есть сами строки это вроде кажется просто, ну, какое-то количество строк вернулось. Но в этих строках еще находятся данные, поэтому нам с вами надо получать эти данные в понятной для PHP форме. А какая форма может быть для PHP понятной? Ну, вообще в программе. Да, конечно же, это массив. Поэтому мы с вами результат работы нашей функции будем складывать в массив. Я создаю переменную result, которая будет являться пока что пустым массивом. отлично сделали. Теперь нам с вами надо запрос, ну, давайте поторопился я немножечко, как я буду получать данные из MySQL. Есть несколько способов. Я использую способ, который называется, ну, не способ, а инструмент, который называется PDO. Что такое PDO? Я уже рассказывал на прошлом уроке, что это такое, почему я его использую. Вот. Также напомню, что есть MySQL, и почему его не следует использовать. Вот. И также есть MySQL. Тоже рассказываю о плюсах и минусах, что использовать, что вам удобно решать только вам. Думаю, здесь повторяться не стоит. Итак, собственно, я запрос, я сформировал строку запроса, теперь мне надо подготовить мой запрос для выполнения. Вот. Что такое функция Prepe? Давайте посмотрим на ее описание. Ну, Prepe в переводе подготовить. Ну, собственно, да, Prepe подготавливает запрос к выполнению и возвращает ассоциативный ассив с этим запросом. Давайте я ну, например, какой-нибудь сделаю вот так, да, что-то в этом роде. Вот. И выведу выведу результат, чтобы вы понимали query. Так, но понятно, что у меня сейчас нигде этот результат не появится, пока я собственно не вызову функцию. Сейчас я пишу инструкцию к функции. Ну, давайте с вами пойдем в файл players.php. Вот. Я создам div class container container fluid вот он. И собственно, что я сделаю. Так как у меня файлы лежат в одной директории, но никто не знает о друг друге, то я должен файлы познакомить. И как я это сделаю? В PHP есть замечательная конструкция, которая называется include, ну и с периода уже понятно, что она что-то подключает. Что именно? Ну, конечно же файлы. Первое, что я должен получить, это db.php, потому что на странице будут отображаться данные, которые получены из базы данных. более того, не просто будут отображаться, а будут пользоваться функции, которые работают с базами данных. Мы с вами уже выяснили, что для работы с базами данных нам нужен посредник, который находится в файле db.php, вот он у нас, переменная db. И, собственно, мы с вами будем называть функции, которые находятся в файле app.php. Причем обратите внимание, что я передал параметр db, я уже об этом сказал, и, соответственно, сюда тоже, я мог бы здесь проинклудить этот файл db.php, но зачем? Я делаю это здесь, потому что веб-сервер у меня по порядку будет читать мой код, и сначала встретит db.php, проинклудит его, а потом же только ap.php, который уже будет знать об db, и, соответственно, никаких ошибок при вызове функции не будет. давайте я вызвал функцию get all players и посмотрим результат. Я иду в игроки и смотрю результат, у меня пропущен, да, я не передал параметрам db, конечно же, если мы функцию обязаны передать параметр, то мы это должны делать. так, undefined variable statement, why, как говорится, why, а, ну да, statement для меня неизвестен, филогично. да, я должен сделать не statement, а так вот, db prepare, так, смотрим результат, так, объект класса pdo не может быть переконвертирован из строки в объект, ну, я-то вывожу эхо как строку, ну, эхо выводит строки, а мне надо вывести по-другому, поэтому я пишу так вот, p, это для красивого вывода, и printr query. Смотрим результат. Ну, вот наш подготовленный запрос, отлично. Собственно, все, наш pdo теперь знает, что есть вот такой запрос у него, вот, и у него просто дальше уже, ну, этот запрос сидит в этом объекте, и дальше этому объекту просто будут подаваться какие-то параметры для работы, но здесь никакие параметры в запросе передаются, а вот когда мы будем insert делать, update, то там уже данные будут передаваться, поэтому там это будет более актуально. Вот. Ну, давайте я этот код собственно закомментирую, я вернусь вообще в начальный вариант, я сделаю вот так вот, потому что в принципе query равно statement dbpp это излишнее, вот, и так, запрос мы с вами, нет, ничего не излишнего, я опять, ну, вот так вот я должен написать, statement, оно dbpp, прошу прощения, вот, теперь правильно, подготовил запрос, ну, и теперь, собственно, этот самый запрос мне надо выполнить, выполнить, так как есть такая функция в кодо, называется execute, выполн, вот, давайте еще раз я сделаю принтер нашего statement, даже я вот так вот сделаю, res, равно, так вот, res, вот так, смотрим, смотрим наш результат, друзья, почему я так делаю, ну, опять же, функция, на самом деле, простая, вот, один, да, давайте посмотрим, что у нас вызывает, что такое функция execute, execute, вот она, запускает подготовленный запрос, если запрос содержит мелкие, это нам неинтересно пока что, вот, возвращает true, в случае успешного завершения, или false, нам он вывел единичку, то бишь, true, значит, запрос выполнен успешно, отлично, теперь давайте доберемся до данных, вот я этот комментирую пока что, нам еще понадобится ниже, так, это я, в принципе, убираю, я могу без этого обойтись, я не шерез создал для того, чтобы вам показать подробно, что происходит, так вот, функция, на самом деле, очень небольшая, очень простая, но я специально иду по шагам, комментируя, не комментируя, а разбирая каждую строчку, что в ней происходит, конечно же, есть документация, никто не спорит, но, уже я считаю нужным объяснить каждую строку, теперь у нас с вами пришли данные, пришли они у нас с вами просто в виде какой-то хаотичной структуры, как я уже сказал, надо превратить эту структуру, эти данные в понятный для PHP и для последующей работы PHP в какую-то структуру, но мы с вами договорились, что мы будем превращать в массив, мы с вами будем складывать в массив, но чтобы в массив складывать, нам надо собственно и сам результат превратить в более-менее структурированную сущность, во что именно, ну, наверное, опять же, мы будем с вами превращать в массив, вот как мы будем с вами это все дело превращать, есть замечательная скажем, функция, которая называется fetch, что эта функция делает, давайте посмотрим, функция fetch извлекает строки из результирующего запроса, вот, и, соответственно, извлекает не просто так, а, скажем, еще и в неком стиле, да, у fetch есть параметр fetch style, который мы с вами хотим получить данные, какие это могут быть параметры, fetch assoc, это ассоциативный массив, fetch bof, по умолчанию, обращаем ваше внимание, возвращает массив, индексированный именами столбцов и их порядковыми номерами, начиная с нуля, вот, есть и другие, но тут, например, внимание обращающего на fetch object, можете как объект, возвращать, это когда мы с вами до объектно-ориентинного программения дойдем, вам будет понятно. Итак, мы с вами уже знаем, что будем с вами получать массив, вот, у нас массив состоит из трех строк, а в строчках еще есть, ну, на самом деле, да, в строчках еще есть данные, но эти данные мы с вами будем уже получать на клиенте, да, когда на странице их будем вводить, а здесь нам надо с вами массив строк, так скажем, сформировать сначала, вот, у нас в данном случае каждая строка это массив, а нам, самое, надо создать единый массив строк, вот, к чему я клоню, я уже сказал несколько раз слово создать массив, вот, соответственно, чтобы как-то с этим массивом работать, точнее, сначала, чтобы его создать, нам надо в него положить данные, то есть, положить наши с вами строки, строк может быть одна, а может быть и сто одна, поэтому, согласитесь, положить в массив result строки это циклическое действие, одну строчку положить или сто одну, неважно, все равно циклическое действие, поэтому нам с вами нужен цикл, цикл будет работать так, у меня есть, я создаю переменный role промежуточную, которая, для чего я создаю, я буду превращать строки, которые ко мне пришли из баз данных в массив, то есть, в человеческий с точки зрения PHP вид, значит, я вызываю функцию fetch, которая нам уже знакома, и передаю в нее режим разбора, fetch asos, то есть, как ассоциативный массив asos, вот так вот, ну и давайте, что я сделаю, я распечатаю сначала role, чтобы вы опять же видели все до мельчайших подробностей, и res, а дальше будет role, сохраняю, смотрю результат, switch asos, у меня опечатка, прошу прощения, смотрим, что у нас пришло, вот у нас пришло три массива, ну, три строки, собственно, вот, из функции вернуть role я никак не могу, потому что три, три массива, я не могу возвращать три переменных, так скажем, функции, поэтому мне надо эти три массива превратить в один массив, в один массив, этот вот самый результат, который мы с вами подготовили, вот, собственно, мы с вами должны в этот результат сложить наши данные, давайте это проделаем, этот код я комментирую ненадолго, этот код я уже могу удалить, итак, давайте с вами складывать, нет, ну, прежде чем мы с вами будем складывать, давайте я все-таки разберу другие варианты, если просто fetch, то напомню, что по умолчанию режим fetch both, а fetch both у нас возвращает массив, индексированный именами полей, player id у нас остались, да, и еще их порядковыми номерами, вот, массив слегка излишен с точки зрения данных, нам вот эти вот данные, они вообще никоим образом не нужны, поэтому, согласитесь, ассоция вполне себе удобнее, да, вот, есть еще, ну, можно, например, сделать вот так вот, давайте я цикл, этот, закомментирую, и сделаю еще функцию, сделаю разбор через функцию fetch all, посмотрим, что это за функция, давайте, fetch all, вот она, откроем, ее возвращает массив, содержащий все строки результирующего набора, опять же, она очень похожа на функцию fetch, тем самым, что она разбирает по какому-то стилю, и опять же, по умолчанию у нее fetch both, поэтому, я даже не буду писать fetch all, вот, это, по сути, то же самое, если бы вы написали fetch, вот, очень похоже, вот, поэтому, давайте вернемся к fetch на соц, вот так вот, и будем складывать в наш массив, в наш массив result, но, значит, ну, вот так вот я пишу, но это еще не все, конечно же, вот так вот я складываю в переменную, да, у нас есть массив, а что есть у массива? У массива есть ключ, индекс, вот, давайте разберем, что будет являться индексом у массива, у нашего массива result, напомню, задачу, мы с вами читаем на страницу players игроки список игроков, поэтому, а что есть у каждого игрока нечто уникальное? понятно, что вы скажете имя, но, кто вам гарантирует, что не будет еще одного такого игрока в футболе, как Криштиану Роналду, так, второго, да, вполне себе будет, но в вашей базе данных точно не будет игрока с одинаковым ID, поэтому логично, что наш массив result будет массивом с ключом player ID, вот, но player ID, как мне до него добраться, player ID у меня лежит в массиве, вот в этом самом, вот в этом самом row, поэтому я записываю в массив result ключ вот такой вот, player ID, вот, записан, отлично, ну, давайте, я, ну, собственно, я этот массив сформировал, выводить мне здесь его нет смысла, вот, потому что я получу ту же самую картину, вот, давайте я выведу здесь, почему-то то же самое, потому что я это циклически сделал, сделал, у меня сначала массив из одной, строки, потом из двух и так далее, давайте все, кила я выведу, раз уж их каждую строчку комментирую, результат, ввожу на печать, вот у меня три массива, сначала, после первого цикла массив из одного элемента, потом из двух, а потом уже из трех, вот, то есть, я посрочно положил в массив, вот, и так, напомню, причем вообще вашим, меня это массив массив, то есть, result это мой array, ну и массивы, это массив конкретной строки, почему, потому что строка, это тоже некий массив, массив данных конкретных, конкретному игроку привязанным, вот, но массив массив, это уже, дорогие друзья, не так страшно, мы с вами применим цикл for each, который благополучно наш ассоциативный массив разберет, вот, этот код я убираю, теперь, я могу вот так вот сделать, и распечатаю result, и получу, собственно, вот такой вот, вот такой вот запись, я получу, по сути, последнюю его копию, вот, ну, последнюю итерацию цикла, массив массивов, как мы с вами и договорились, все, друзья, массив, result у нас готов, я должен, все лишь напросто, его вернуть наружу, для работы с внешним миром, все, функция написана, теперь, давайте ее вызовем, ну, мы ее уже вызвали, но, теперь я положу ее в какую-то переменную players, которая будет являться, уже вы знаете, чем, массивом, и, давайте, собственно, вводить данные, данные я буду вводить в таблицу, которая у меня будет, иметь класс table, table, board, это густерапус ик, густерапус ик, здесь нет ничего сложного, вот, и в нем будет три заголовка, тр, тр, страна, что там есть еще, команда, точнее, страна, прошу прощения, игрок, команда и страна, это мы сами сформировали заголовки, только не тр, а тр, 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 и здесь, тр, тр, смотрим, что там получается, пока вот такая табличка, отлично, сделали, теперь давайте с вами формировать таблицы данных, и так, я вызываю, опишу цикл for each, вот, который нам с вами известен, и для чего я сделал цикл, для чего я написал цикл for each, потому что у нас вот этот массив, это ассоциативный массив, нам его сходу разобрать будет сложно, поэтому мы его разобьем на несколько маленьких массивчиков, простеньких, я разбираю массив players, массив массив of players, и буду на выводе получать массив player, то есть, по сути, я буду получать одну строчку, вот, я закрываю tag php, но цикл я еще не закрыл, поэтому, то есть, скобку я открыл, но я ее не закрыл, поэтому здесь я ее закрою, а вот в этом промежутке у меня будет, собственно, цикл работать, что будет внутри этого цикла происходить, будет происходить просто-напросто создание строки с данными tr td вот, и что я буду делать, я буду вводить echo player давайте я вот как сделаю, чтобы вы опять же понимали, php и сделаю принтер player сейчас не буду красиво все это делать, просто посмотрим, что мы получим в результате, вот, друзья, вот мы получили, ну ладно, давайте все-таки с echo проект сделаем, уж, если делать как следует, то и везде, так, сделал, смотрим, что у нас там выводится, вот, вот у нас массив player 1, 2 и 3, согласитесь, с массивом player работает намного легче, доступ вполне себе элементарный, поэтому, поэтому, вся вот эта вот запись превращается не что иное, как, нет, наверное, надо лишний тег, не что иное, как вот это вот, player name, ну, собственно, все, вроде бы, все правильно, так, смотрим, что мы с вами получили в результате, мы с вами получили вот что, только я, у меня где-то сверстка, ошибка, вот, хорошо, наверное, все-таки ТРТАЖ, ТР, все-таки строка, а вот здесь, да, здесь я потерял ТД, ячейки есть, ячейки, так, сделаем, надеюсь, все правильно, ну, вы уже видите, что мы данные выводим, да, вот они появляются, наши базы данных, но у меня теперь ошибка верстки, что является просто стыдным для меня поступком, так, почему у нас так получилось, table, TR, TH, TR, TD, и так, все-таки, в чем же дело, почему так выходит, что я сделал не так, вот, вот, видим, я, видим, он долго обновлялся, и так, у меня есть игрок, там, игр, команда и страна, команда и страна, я не выявил, потому что там айдишки сидят, на самом деле запрос надо бы модифицировать, вот здесь, вы можете попробовать это сами сделать, но мы с вами попозже, если получится, мы с вами попозже сами все делаем, модифицируем, и здесь будет все красивенько, ну что ж, вот мы с вами вывели игроков в таблицу, данные получили, собственно, я вас с этим поздравляю, вот, научились получать данные, урок получился большим, но это потому, что я каждую строчку здесь выводил на печать, и здесь тоже, чтобы вам было максимально понятно физика всего процесса вплоть до каких-то мелочей, надеюсь, мне это удалось и вам понять этот процесс, но опять же, я думаю, напишите несколько раз какие-то свои проектики, и вам станет еще более понятно, нежели объяснение, приучавшее в этом самом уроке, вот, ну что ж, друзья, на этом, на сегодня все, урок получился довольно-таки большим, я благодарю вас за внимание, на следующем уроке мы продолжим писать наше веб-приложение, ну и что касается стрима, который мы планируем провести с моим коллегой, да, стрим планируется, он планируется в субботу, время пока еще не определено, но промежуток могу сказать, это будет между 6 и 8 часами вечера, ссылку на стрим и информацию вообще по стриму я выделю выложу у себя в группе, поэтому, ну и также приложу еще раз ссылку на канал в этом уроке, чтобы вы не забывали, чтобы вы сохранили ссылку себе и в назначенное время пришли к нам посмотреть очень интересный стрим, вот, если вам понравится, вот, мы у нас уже, так скажем, с моим коллегой градиозные планы, мы постараемся делать стримы на интересующие именно вас темы, не просто так, а именно то, что вы хотите видеть, вот, и, конечно, не просто стримы, а именно стримы, которые будут упираться в практику, вот, ну, давайте сначала все-таки субботу дождемся, посмотрим, как это у нас получится, понравится ли это вам, вот, мы постараемся, ну, и надеемся на ваше внимание, на вашу поддержку, вот, ну, и на ваши какие-то положительные отзывы, вот, надеюсь, опять же, что вам наша идея понравится, да, ну, а сегодня, на сегодня все еще раз, повторюсь, спасибо большое за внимание, оставляйте свои пожелания, лайки, ставьте на канале YouTube, пишите комментарии на сайте, вот, если что, какие-то ошибки, какие-то вопросы, пишите, постараюсь ответить, помочь, вот, загруженность, как сейчас у меня, опять же, возрастает, но, все же, есть возможность записываться, возможности отвечать, ну, они тоже есть, но, опять же, если я ответил вам не сразу, то не обвесуйте, не обижайтесь, не критикуйте, я отвечу вам позже, обязательно, постараюсь вам помочь, да, всем спасибо, еще раз, и всем пока, кат. Субтитры сделал DimaTorzok,